кот решил озорничать но не знал с чего начать такой у меня здесь получается угол коробка это все с кухни мешки на кухне у нас по-прежнему нет кухонного гарнитура об этом я сделаю отдельный влог сейчас я хочу все это убрать прибраться у меня еще стенку вот надо прибрать я разбирал мешки вот это вот от мамы я приехала в мешка только часть разобрала еще вот осталось по вытаскивал вот я свои шампуни всякие потому что их я прячу от свекрови ну и пылью вчера немножко вытерла дверь вчера димину дверь до вчера вытерла пыль и вот тут вытерла все что на что у меня хватило сейчас я хочу разобрать этот угол часть я отнесу сейчас на кухню куда-нибудь там вложу куда впихнется вот остальное наверно буду туда относить на балкон вот и из балкона наверное придется как их яблоки там вот это все придется с балкона сюда домой заносить туда в угол наверное я буду это все складывать потому что становится уже очень холодно уже минус 10 по ночам они просто могут померзнуть все это и просто все все протухнет там все испортится вот да еще хотел кстати сказать гибиску смотрите как вырос за это время бутончики они меня дождались я так боялась что они не дождутся меня там 2 и где-то еще один еще один где-то не знаю где смотрите как у него листочки выросли большие какие стали вот бутылка оказалось что сверху не проткнутая она просто смялась вот и все надо найти шило проткнуть я тут у меня осень скоро буду это выкидывать уже все надоело вот а тут вот подарок мой он как он вырос сейчас я быстро буду убираться потому что надо диму выпустить он должен походить меня из-за того что у меня в стенке куча всего лежит всякой фигни он не может из-за этого походить как он же это оттуда все брать а там стеклянные вазы есть да еще хочу вот тут прибраться тут цветок надо постричь потому что его полить я забыла когда приходила вот забыла так вот тут я хочу тоже прибраться пока компьютер включать наверное не буду потому что если я его включу я засяду я уже себя знаю вот и что-то у меня декабрист я все жду когда он начнет цвести ну что-то никак все не цветет тут кстати их вот два разных я очень-очень их люблю еще надо его помыть я его побрызгала просто водичкой вот видите остались грязные капли с пылью надо ванную отнести и помыть хорошенечко ну что-то видимо он и в этом году тоже не будет особо цвести вот кактусы тоже в росте остановились потому что холодно началось холода вот те маленькие тут вы уже заметили нет лежит коробка из-под торта я ее сюда хочу под этот цветок одеть не знаю поместится он в нее но должен там поуже вроде сверху я померил тут широкая поуже потому что постоянно у меня проливается постоянно на поток начинается потом тут все наш беленькая плохо отмывается все мокрое потом вот покажу вам потом как я убралась мне стало чисто так ну вот я тут достал свои картины рисовал их еще год-два наверно за даже побольше вот это холст масло сирень весна вот мне очень нравится тут идет такой переход как будто ткань какая-то лежит синяя вот сначала белым все это нарисовал потом сверху синим и синим перерос в голубой вот положил сюда я буду делать подпись вот она сразу меня не получилось потому что она сохла долго вот я буду делать потом даже семнадцатый год она это как раз семнадцатый год как раз весной весной до осенью я уже была беременна димой по моему так что ли нет 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 не так не так не знаю короче может быть даже не семнадцатый шестнадцатый наверно скорее всего вот такая цирень хочу ее выставить на продажу пришел тот день когда нужны деньги вот буду ее выставлять почему нужны деньги я расскажу следующем влоге буду отдельно сниму наверное это по поводу кухонки вот и вторая у меня работал такая вот зимний вечер вот но она очень толстая получилось это моя первая работа маслом нет не видно когда я рисовала прям была очень такая здесь толстая очень много я думал что наверно потрескается распадется все но нет она высохла сохлось будут прям видны такие явные мазки вот очень красиво и очень такая выпуклая ну то есть конечно переходы мне не понравились они как-то это ну первая работа и господи что взять вот писал ее по мастер-классу то есть не сама вот видите они торчат мне очень нравится она она меня порадовала мой глазик теперь я готова в принципе я давно готова ее продать никак вот не было времени меня здесь поставить свою подпись вот при том то что она еще сохнет же долго потом месяц сохнет масло вот не за может быть даже акриловыми красками скорее всего наверное надо поставить подпись чтобы на продажу я выставлю вдруг человек придет меньше чем за месяц тогда будет немножко обидно а то размажется там потом в пакете вот не знают я хочу на за тысячу или полторы выставить а вот это я хочу за 3000 конечно когда я рисовала я думал я продам за 10 тысяч но муж посмотрел вот нет получилось у меня неправильно получилось у меня вот тут вот все не просто что-то там светло-фиолетовое то здесь особо не видно эти вот кончики сирени ну да вот они есть немножко я сделала неправильно вот так вот да здесь ваш привлекает ваше внимание 100 рублевка я нашла вчера такую с красивым номером их кстати продают хочу тоже попробовать продать выставить и посмотрим если там такие купюры и примерно такие же сколько они стоят там потому что опять же сказал деньги нужны до вчера счет я купил графинчик в светофоре какой-то красивый но открывается он вообще расплескаешь всю водку пока уж открывать мне очень понравился их я купила чтобы перепродать надо будет сейчас их пока там солнышко надо бы сфотографировать все и конечно не убираюсь тут тоже смотрите на солнышко тут я уже почти немножко прибралась осталось еще цветок вот этот вот постричь и потом картины нарисовать подписи я их туда уберу чтобы они не мешали вот здесь я уже мешки все сложила на кухне уже кое-что отнесла я потом покажу как я там сложила вот их пока наверное я оставлю тут вот не знаю или на балкон может быть отнесу не хочется просто балкон заваливать вопрос не хочет если начнешь завалить потом начнешь носить 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 туда и потом получится там такой балкон что в жизни его не разгребешь вот поэтому иску и в комнате тоже хочется чтобы было пусто чтобы был нормальный проход потому что реально балкон открываешь вот он он до конца не открывается вот через этот узенький пытаешься пройти вот вчера я проходил доставала яблоки тут было еще более завалено не очень удобно ну там конечно не по шкафам куча сегодня кстати люстра моя новая вот опять же нужны деньги чтобы ее повесить надо было до ремонт кухни наверное все-таки вызвать пока были деньги чтобы повесить ее ну ладно посмотрим как дальше будет вот и там кстати вот в этом мешочке прячутся помидорки вот спрятались они там я проверял их недавно все хорошо с ними они уже зеленых помидорок стали уже такими желтым это красненькими да здесь тоже вас привлекает ваше внимание это все для мастер-класса куплено тут тоже у меня просто не доходит рука чтобы прибраться вот здесь вот вернее не рука руки да здесь тоже вот у меня там как будто мамай прошел тоже нужно все здесь пыль протирать прям даже найти вот солнышко это прям все в пыли у меня вся комната просто в пыли вроде кухни вообще далеко то есть получается смотрите как вот стенка следующая комната женькина и через его комнату находится кухня то есть там длинный такой коридор наверное видели вроде себя как говорил то что он закрывал дверь в моей комнате но пыли у меня просто нереально я уезжала мне столько пыли не было придется все протирать вчера я протерла только димину дверь и тумбочку телевизора то есть телевизор и тумбочку протерла пыль вот сегодня хочу все прям полностью убраться хочу чтобы не было чисто чтобы у меня на полу вот этого всего не было вот чтобы вечером я хочу не знаю хватит мне сил на вечером или нет помыть полы хочу вот и еще добавок мне надо в диминой комнате убраться потому что он разбросал игрушки там просто кошмар так решила ее помыть сетку сняли сетку у нас с окна зачем-то хотел оставить решила ее сейчас помыть пока ванная грязная да кстати у меня тут эти розовые фламинги ходят вот еще потолок у нас кстати не доделан обещают ближайшие в конце в конце до этого месяца сейчас у меня есть такая грязная уже грязненькая немножко губка я сейчас натру мыло у вас кстати детское мыло я удивилась она почему-то темная сейчас я им натру эту губку и буду вот так вот мыть сначала ополосну покажу потекет сколько грязи или нет так губку я намочила потекла грязь она видна такая чистая добренькая вода прошло а какой звук сейчас будем ее натирать вот так губку приложу вот моя губка начну сверху помещаемся в ванну вот одна мягкая сторона пока ванна у меня грязная губка тоже грязная сведенную сторону видели много что я вчера видела все стены подрали полы все полностью молодцы хорошо если есть куда въезжать то можно сначала в квартире сделать ремонт а потом в чистенькую въезжать не только мы да наверное я сейчас еще переверну ее из той стороны так сейчас я камеру выключу пока сейчас мы будем с вами варить суп вот у нас бульончик от креветок видите это жирок красненький плавает мы его сейчас будем переливать сюда вот в чашу сейчас я покажу в эту чашу из-под мультиварки я буду варить в ней так будет удобнее тяжелая такая пролезь бы у меня все не буду потому что видите там вон всякие ножки остались всякая как это я оставлю вот а здесь у нас вот получается даже где-то у меня должно быть написано 2 литра 2 литра у нас получилось я ее сейчас наверное сложу вот да наверное сейчас ее сразу положу в саму мультиварку так ну вот я почистил 3 картошенки сейчас мы их будем вот в эту вот миску разрезать сварила еще добавил компот зиме у меня сегодня компот яблочный облепиховый вот пока мы были у мамы мама им делала компот потому что он жидкость практически не пьет очень мало ее пьет а компот вроде он пьет только горячее как и муж в принципе у меня тоже если пьет кофе то он пьет горячее ее побольше буду сделать кусочек это маленькие хотела я кстати из этого бульона от креветок хотела я сделать солянку но вчера забыла я купить ингредиенты для нее поэтому мы будем просто делать суп посмотрим как будет суп но солянка я думаю будет очень вкусная как нибудь потом как нибудь потом как нибудь потом и так сейчас мой лук вот ну вот в принципе лук у меня целая луковица и половинка и будем резать ее потому что я уже говорила приехала недавно опустошали мы холодильник перед ремонтом и практически ничего нету такого а есть еще кстати горох на горох не буду добавлять в последнее время не получается его готовить вечно пытается убежать у меня раньше всегда было получалось а вот после беременности как-то во время беременности я мало готовила сейчас плакать начну вот так вот кожица старая кожица добавлять не буду ну ладно картошку я сейчас добавлю лук я добавляю попозже то от него ничего не останется кстати нашла я еще вермишель погребла по сусекам сейчас я только картошечку запрошу ну вот я уже почти убралась замочила вот сейчас свою швабру я такой швабры пользуюсь мне очень нравится сейчас замоченная она в кипятке с мыльным раствором я как-то делала лайфхак мыльного раствора сейчас я покажу вам тут у меня мыльный раствор вот он в этот раз мыло легло вот так вот замачивала замачиваю я кипятком кипячу воду потому что просто водой обыкновенность под краном горячей ну не так получается это кипятком она прям реально вот легла вот так вот внутрь там попала в банку и все видимо надолго хватит вот это хорошо а то я иногда устаю сейчас мы с вами ее зальем как раз чайник только что скипел и заливаем ее оставляем чуть-чуть короче так вот так оставляем чтобы потом ее можно было болтать крышкой я немножко накрою потому что чтобы она горячая там чуть-чуть завернуть не до конца заверну и оставлю вот и так я оставляю до следующего раза допустим через неделю через сколько я буду мыть полы вот и потом достаю просто я ее сболтаю сболтаю и выливаю этот раствор это вот хорошо она не выскочила а здесь какое-то другое мыло оно у меня прям целый кусок весь размягчен он выскочил туда ведро и пришлось его вылавливать было сложно а это вот жалко что я не помню что это за мыло я бы его покупала ну хватит надолго ну вот смотрите получился такой супчик я уже попробую очень вкусный вкус креветок прям вообще отдает вот и не соленый вкусный и соленый вкусный очень я добавила туда еще вермишельки потом лук я сначала лук добавила потом через какое-то время вермишельку добавила петрушку вот добавила вот такой вот очень вкусный очень понравился вермишель я давно не делала через камеру непонятно какой цвет а так он желтенький вот и у нас компотик компотик тоже вот такой получился с облепихой вот еще не пробовал но сыну вроде понравился и тут вот у нас